так вот про два народа прошу один советский народ это как я понял вашу мысль это народ с идеалами с каким-то там категорически императива второй народ русские люди которые ориентированы исключительно на то что называется либеральный проект то есть на зарабатывание денег на что-то материальное правильно понял ваш тезис очень правильно во-первых допустим если взять дагестан дагестан это часть россии дагестан наверно как и в основном россия находится эти годы такой пограничной ситуации пограничном состоянии когда мы от советских порядков еще не ушли и в капиталистические порядки еще не пришли поэтому социализм это дело неплохое целом я должен сказать но вместе с тем в нынешней ситуации когда мы полностью поменяли политические экономические основу вообще государственного строя дальше строить социализма устроя капитализма это бесполезно так вот эта проблема она присутствует во всей стране и поэтому и закономерные существования условно называемых двух народов один народ социалистический а другой народ буржуазный капиталистический но вместе с тем будучи единым российским народом поэтому конечно владимир владимирович путина удалось очень много с точки зрения восстановления новой государственности новой экономики новой культуры но это процесс он очень консервативный с точки зрения развития культуры традиции так далее у петербурга сорока ли есть такой закон развития где он говорит что динамика экономических технологических процессов идет очень быстро от динамика культуре психологии за этим не успевает поэтому в том числе и я тоже я не успеваю за капитализмом и кроме того у нас то капитализм он пришел в таком смутном варианте где четко не было определение даже по многим параметру вот в дагестане например в основном в основном бизнес принадлежал начальником если ты начальник не начальник то у тебя нет бизнеса вот эта система она была искажена и следовательно сегодня повернуть в сторону цивилизованного предпринимательства она не получается во многим параметрам для этого нужно чтобы была цивилизованная предпринимательская среда впечатление от беседы наверное зависит от того какое будет впечатление у зрителей и прежде всего дагестанцев потому что все что касается меня туда гистанции рассматривают через увеличительное стекло хотелось бы чтобы каждый дагестанец где бы не проживал чтобы он помнил я имею ввиду не только дагестанцев но с точки зрения там аварцев даргинцев лесгин кумиков табасаранцев лакцев там лесгин и так далее я говорю том числе и русские евреи армяне которые азербайджанцы которые живут дагестане их тоже бы называем дагестанцами поэтому не были лишены ответственности за родину